В центре помощи бездомным животным Доброе Сердце на постоянной основе находятся несколько десятков животных. Котиков и собак самых разных судеб, характеров, возраста, объединенных одной целью – найти хозяина. Удача чаще всего улыбается щенкам, котятам и молодым животным. Они же иногда возвращаются обратно, потому что не подошли хозяевам. Беря себе озорного песика или котенка, необходимо знать следующее. Надо понимать, что когда берете щенка, проблема в том, что если щенок совсем маленький, надо его первое время содержать в доме. Если прохладно, это значит у вас будет незапланированной лужицы, потому что они как маленькие дети, они очень часто у них ползовые есть. Так часто выводить на улицу тоже нет возможностей у новых хозяев. Кто-то на пеленочке приспосабливается, но когда собака-то крупненькая, хоть она еще и щенок, но вот есть уже такие, крупная порода будет. Значит, надо их ко времени приучать, выводить в определенное время на улицу, чтобы у них уже организм пристраивался и они терпели, не делали свои дела дома. Надо понимать, что это будет погрызена мебель, погрызены тапочки, щенки, они игривые. Значит, это будет на вас она будет прыгать, таскать все. С этим сама лично сталкивалась. Значит, надо больше уделять внимание. Это как маленькие дети, их надо воспитывать. Молодая особь будет шуметь, требовать внимания, стремиться любым способом попасть на улицу погулять. Если у вас не будет времени уделять повышенное внимание новому другу, лучше не торопиться с выбором питомца. Кроме того, молодым животным требуются прививки и другие медицинские процедуры. Это важно. Пожилые собаки и кошки требуют куда меньше внимания, но веселье и энергии от них ожидать не стоит. Такие питомцы лучше всего подходят пожилым людям. Когда берем возрастную собаку, это уже состоявшийся характер, состоявшиеся условия прежнего проживания. Все это откладывает отпечаток на ее характер, на ее поведение, в каких она условиях жила до этого. Может быть, она на улице выросла. Значит, у нее уже организм пристроен жить на улице. Если собака такая довольно крупная в будочке, но она спокойная. Значит, можно с ней такие уже активные игры не устраивать, размеренный образ жизни. Если вы человек такой тоже, размеренные прогулки замечательные, с собачками возрастными, это вы можете часами с ней гулять потихонечку-потихонечку, никуда не спеша. Не в примерках с подростком. Та будет тянуть тебя куда-нибудь, ей надо по своим делам. Яркий пример пожилого пса. В приюте уже несколько месяцев живет 15-летний Джек. Его приютили волонтеры на время холодов. Джек быстро забыл все тяготы жизни на улице, привык к будке и отъелся. Любит гулять, в силу возраста не реагирует на других собак и проезжающие машины. Это большой плюс. А минус заключается в том, что с потеплением волонтерам придется выпустить его обратно на улицу. Если, конечно, его раньше не заберут доброе устюжание. Никак не охота его возвращать снова в никуда. Он там будет снова бродить в поисках еды, в поисках, кто бы его покормил. Буточку свою потеряет. Если где-то вставить будку, опять проблема возникнет, как на это отреагируют другие жители. И очень хочется обратиться к нашим жителям города и района, чтобы пригляделись к этому песику. Мы приняли такое решение взять к себе его на доживание. Пес, что больших проблем не составляет. Ему поесть, подремать в своей буточке, прогулки совершить с вами. Тем более, впереди лето, лес, если, например, в деревню его взять, это идеальный был вариант, где-то взять бы его в сельскую местность. 17 февраля неофициальный праздник. День спонтанного проявления доброты. Волонтеры надеются, что после просмотра этого выпуска у зрителей тоже появится желание сделать доброе дело – пригреть у себя нового питомца. Может, это будет Джек, а может, один из десятков питомцев Центра помощи бездомным животным. Программа подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин